15 мая 2020 года – особая знаменательная дата в литературном календаре Волгограда. 91 год со дня рождения волгоградского писателя Евгения Александровича Кулькина. Всю неделю с 11 по 15 мая этого удивительно светлого и талантливого человека с теплотой и неизменным почтением вспоминают его земляки – друзья, близкие, соратники по Перу. В 2019 году сотрудники и читатели Централизованной системы городских библиотек Волгограда в едином порыве поддержали литературную акцию, посвященную творчеству любимого писателя. В флешбук читаем Евгения Кулькина – дань памяти, признание самобытного и уникального таланта, выражение народной любви к творческому наследию нашего земляка. В победе все, и отступление, и злая горечь неудач, и то тупое иступление, когда не плачется, хоть плачь. И если кто-то скажет лихо, что шел к победе без потерь, ты этой глупости великой не верь, пожалуйста, не верь. В победе все перемешалось, поля в цвету, земля в золе, и наша жалость и усталость, и наша преданность земле. Горел закат во весь охват, а вот земля не засыпала, бессонно бредил Сталинград той тишиной, что в нем стояло. И были в этой тишине свои провалы и руины, и, как бывает на войне, таившие безумие мины. А вот закат в себе горел, и, проникая в беззаконность, домов, казалось, даже грел или устанавливал законность. Спешащие в этот край весны хотя бы тем необычайной, что целый день здесь нет войны, и целый век стоит молчание. Еще войной в моем краю не пахло, еще беспечность путала людей, и дедовская старая папаха из сундука являлась для затей. Еще людей неугомонный норов себя старался выдать на показ, но где-то тлел беды великий порох и был готов взорваться всякий час. Последний певец Тихого Дона – так называли Евгения Александровича поклонники его таланта, ценители его уникального слога. О казаках на красивом казачьем языке писал только он и Михаил Шолохов. Вот только Кулькин при этом еще был и настоящим казаком. Сын шести казачьих атаманов оставил после себя колоссальное литературное наследие. Знаменитые трилогии «Прощенный век», «Хазарынь», «Смертный грех» – единственная художественная трилогия о Сталине. Он был первым в отечественной литературе, кто написал о разгроме хазарского каганата на Нижней Волге в IX веке. В свое время автору предлагали немалые деньги, чтобы это произведение не увидело свет, но продаться это было не про Кулькина. Таким и остался он в памяти земляков и читателей – сильным, гордым, одаренным и трудолюбивым, настоящим казаком.